Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня будет очень интересное видео, потому что я еду сейчас в Санкт-Петербург, встречаюсь вместе с Юлей, и мы снимаем для вас специально два дома. Один будет за 2 миллиона долларов, а второй за 100 тысяч. Привет, привет! Да, едем смотреть первый объект, дом за 2 миллиона долларов. Два с половиной. Два с половиной, кошмар! Дом мечты, вообще необыкновенный дом. Я давно его хотела сама посмотреть. И решили посмотреть, и заодно вам показать. Класс! Помечтаем, поедем, посмотрим, повосхищаемся красотой этого дома. Там такой дом, я по фотографиям видела, как на холме в Лос-Анджелесе. Но хоть и не на холме, но с красивейшими видами на океан. Надеюсь, нас туда пустят. А кто там с нами едет? Кто там сзади у нас? Как тебя зовут, девочка? А по-английски? Посмотрите, какой дом новый, прям новый. Очень красивый дом. Ну, смотри, а вроде есть там кто-то. А как ты это знаешь? Ну, вот свет светится. И гараж открыт. Ну что, заходим в дом? Ребята, я не могу дождаться, показать вам этот дом. Такая красота. Кто первее? Сара. Ну, Сара, твое платье, оно идеально подходит под этот дом. Да, еще когда ты так крутишься. Ты истинная владелица особняка. Открывай, так, сразу и открывай. Давай. О, какие двери. Заходим. Забегаем. О, какая красота. Не сломай дверь. Какой светлый дом. Очень красиво. Ой-ой-ой. Так, выйдем на балкончик. Просто смотрите, готовите кушать и смотрите на воду, на залив. Очень красиво. Потрясающий дом. Мне уже нравится. Конечно. Недалеко находится от пляжа. В этом доме 4 спальни, 4 ванны. Он почти 5000 квадратных фитов. Это получается почти 500 квадратных метров. Ого. 2,5 миллиона. Тут есть бассейн, есть свой причал на яхты. И даже есть пальмы с кокосами. Точно. У меня проведен газ. Все есть. Стандартная американская кухня со всеми прибамбасами и с тремя, с четырьмя раковинами. Да. Вот еще раковина. Ты если вам мало. Мне нравится, что здесь много света. Он очень светлый. Элифт, смотри. Лифт. Да. Ну, как всегда, как без лифта вообще в доме. Невозможно. Да. Ребята, у меня такое впечатление, что это отель. Да, вот настолько здесь как-то необычно, что может быть такой дом. Я, если честно, в восторге. Да, но не просто отель, а один из самых лакшери отелей. Лакшери. Такая красота. Все стены, которые смотрят на воду, они все сделаны из стекла. То есть на любом этаже вы находитесь, вы смотрите везде на эти красивые виды. Ух ты. Красиво? Очень красиво. Здесь дельфинчики, не забывайте, они постоянно прыгают. Вот видите, тут даже два причала. Один для большой яхты, который вы можете сюда закатить, а другая для лодки, которую вы можете поставить и на лифте поднять. Счастливчики, не то слово. Смотрите, лифт. Вот, лифт. Еще и с зеркалом. Как интересно. Не, вы видели где-нибудь в домах лифты? Видели? Мы уже вам едем там показывать. Я всегда удивляюсь, у меня как первый раз. Ну, давай залазь. Все? Пока. Пока. Вообще высоченный. И мне так нравится, что здесь много света. Это такой плюс вообще. И стены белые. Белые, как я люблю. Ничего лишнего. Шикарно. Одна из парней. Ух ты. Видите, везде виды. Куда мы не пошли, везде виды. Виды, конечно, потрясающие. С4-х спальня. С4-х кардиолог. Видите, может быть, мост, который идет с красотой. А, да. Очень красивый мост, кстати, большой. Ой, как красиво. Юля. Дом мечты. Да, если бы небо было голубое, то вообще бы просто в дрожь бросало. Сегодня пасмурная погода просто. Главная спальня. Ой, нет. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Такое разве бывает вообще? А как у вас еще такое гардеробное? Я не ожидала. Сейчас, зайчка, подожди минутку. Вот это, это то, что мне нужно. Это 100% мой дом и моя гардеробная. Это все как в моих мечтах. Да. Я думаю, у многих женщин такая мечта иметь. Именно эту гардеробную. Это, да. Очень красивая. Шок. Просто шок. Сейчас я пойду тебя искать. Подожди. Это там что? Клук мейкап делается? Да. Туалетный столик. А здесь две раковины. Смотрите, как удобно, что разделено. То есть не рядом, обычно рядышком же вот так стоят. А здесь, ну, не мозолят глаза друг другу. Хорошая идея. Класс. Зеркало какое. Hello. Эти виды, конечно, просто не передать. Божественная спальня. Просто это... А представь, когда здесь мебель будет, как будет красиво, шикарно. Белая комара. Просыпаетесь в эти нитки. Сразу власти прюхнется в манну. Зал. Тут телевизор можно смотреть. Специальное место. Кинотеатр, в общем. И... Вторая мастер-бедруб. Вау. Это мастер-бедруб. Угу. Очень. Тут иглов нету с этой стороны. Да. То есть, получается, все... И двери нет. Получается, как... Ну, все равно отделено. Очень светлый дом. Настолько продуманный, что вот именно... Что все окна витражные. Да. Наступание. Угу. Что скрывать, да? Все должно быть на показ. Да. Красиво. Но снаружи они тонированы, поэтому не видно, да, получается? Да, снаружи все они будут дым цветом. Угу. Давай сейчас спустимся на первый этаж и посмотрим бассейн, джакузи и первый этаж. А баня есть? Нет, баня нет. Эх. Нет, я их сейчас ванна не выбрала. Есть? Есть. Банна только сейчас. Ой, не могу. Это типа гостевая. Гостевая комната? Да. Гостевая комната со своей ванной. То есть, тут фу праздник для бассейна. Надо же. Все новое, битва новая, покрашена. Угу. Все покупали, да, мы сделали ремонт. Угу. Так, а вот он, наш бассейн. Красота. Саша, так нельзя шутить. Ну, как обычно, вот, чтобы на улице готовить, холодильник и все дела. Ребята, а сейчас мы поедем на другой дом. И я хочу этот дом показать просто для контраста. В прошлый раз мы тоже делали обзор таких миллионников, и очень многие из вас попросили, чтобы мы показали бюджетную недвижимость. Вот мы и покажем. Дом, который мы будем смотреть, стоит 100 тысяч долларов. То есть, можно купить 25 тех домов или один вот этот дом. И напишите в комментариях, что бы вы сделали, если бы у вас было 2,5 миллиона. Вы бы купили 25 тех домов или один такой? Мне кажется, я бы купила 25 домов. И сдавала бы их в аренду. Мне очень интересно, что вы думаете. Давайте соберем опрос. Потому что я бы купила лучше один. Один, но хороший. Вот такой. Если бы у меня было 2,5 миллиона. Так вот лежали бы, и мне бы надо было решать, что с ними делать, в какую недвижимость вкладывать. А что бы вы сделали? Расскажите нам. Я бы 25 купила. Сара, а ты бы что сделала? Один дом купила бы. Вот этот, как я? Один. Молодец, моя девчонка. Сговорились. А ну ладно, подписчики мои, пишите, что бы вы сделали. Нет, нет, пишите один просто. Просто нет. Такого нет. Он, в принципе, находится недалеко от центра города. Буквально 15 минут и вы в центре города. Минут 20 и вы уже на пляже. То есть очень такой практичный район. И домик, в котором можно жить за 100 тысяч долларов. Ровно 100 тысяч долларов. Да. Если вы покупаете этот дом и берете ипотеку, у вас платеж, включая страховку, включая подземельные налоги, будет примерно 700 долларов. Это с минимальным первоначальным взносом. А он 3,5%. То есть вы можете этот дом купить, вкладывая только 3500, если берете ипотеку. Или платите 100 тысяч и он ваш. 700 долларов, да, в месяц? Да, это если с ипотекой, то это 700 долларов. За ипотеку, за подземельные налоги и за страховку. А если платите, то вы только платите подземельные налоги. И если вы хотите, конечно, вы будете брать страховку. Подземельные налоги тут где-то примерно будет 120 долларов в месяц. И все. 120 долларов в месяц и вы живете в этом доме в Санкт-Петербурге, в штат Флорида. И наслаждаетесь жизнью. Посмотрим. Вот он домик. За 100 тысяч, как сказочный, да? Да, посмотрите. Для гномика. Пойдем, Сара. Сара. Так, обычно они оставляют ключи в таких вот замках. Да, лакбаксы с кодом. Да, с кодом. Дом 900 квадратных фитов. Две спальни и одна ванна. Для 900 квадратных фитов это у нас 85 квадратных метров. Посмотрим. Заходим. Hello. Hello, hello. Небольшая веранда. Ну, мило. Это верандочка. Ой, довольно стильно, по-американски. Кондерчик старенький. А что так холодно? Ну, видишь, работает. Ага, включен кондиционер. Да, как мы заметили, обычно в Америке стоят сплит-системы. Но в этом доме у нас еще очень старая система, потому что дом очень экономный. Он всего лишь стоит 100 тысяч долларов. Да. И тут у нас находится кухня. Кухонька. Все можно приготовить, помыть посуду, холодильник. Все, что нужно, все есть. Это тоже веранда? Да, это как кухня, да? Можно обедать. Собака такая, собственно. Да, свой есть участок. Большой участок. Такой малюсенький. Да, по сравнению с тем домом, конечно, вообще. Окошечки такие маленькие. Вот вам и контраст. Контраст, да, очень яркий. А это маленькая комната. Спальня. Да, минутку, Сара. Там мы летали и восхищались красотой. А тут уже этого нету, но зато цена совершенно другая. Как я вам говорила, 25 таких домов можно купить. За цену одного того дома. Правильно. Что бы вы выбрали? Ребята, вот гардеробная. Вот еще одна, тут две. Тут две гардеробные. Для нее и для него. А, ну хорошо. Дуй, дуй, зайка. Смотри, как окна покрасили. Здесь еще запах. Они как будто курили, да, в доме? Такое вот. Да, что бы они так не курили. Там много работают. Вот ванна. Как в Нью-Йорке. Да, вот это вот в Нью-Йорке. Но в Нью-Йорке это будет стоить тысяч пятьсот. И вот еще одна спальня. С дверью выломанной. Да, я, конечно, немножко удивлена. Сот тысяч это же не маленькие деньги, в принципе, да? Для наших. Ну, а вы зато покупаете недвижимость во Флориде. Да. За сто тысяч долларов. Конечно, если мы поедем за Тампу, туда подальше от пляжа, вы можете найти за сто тысяч домики, которые получше выглядят, а квартиры так еще будут получше. Это в Санкт-Петербурге. А Санкт-Петербург у нас считается достаточно дорогой город, так как у нас пляжи, центр города, очень-очень-очень желаемый город многими людьми. Если тут все переделать, то будет окей. Да. Перекрасить, переделать, перебить, можно жить. И, конечно, можно будет еще поехать в наш туда район, повыше, там тоже какие-нибудь домики, посима, дешевые. Да. Да, напишите в комментариях. Коверите, ребята, что хотите посмотреть, мы покажем, что вы хотите. Больше домов за миллионы или больше бюджетных домов? На воде или не на воде, квартира или нет. В прошлый раз мы сняли два тоже контрастных недвижимости, объекта по недвижимости. Одну квартиру в центре города, а другой дом на пляже. А сегодня, видите, мы сняли один дом за 2,5 миллиона и домик за 100 тысяч. А что вы еще хотите посмотреть? Да, ребят, ну вот, мы все едем уже домой. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, ставьте лайки, пишите вопросы, комментарии. С удовольствием на все-все-все ответим, все-все-все вам покажем. И до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok